Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 10 тура Ла Лиги в Севилья-Сельта. Встречаются 12 и 17 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10-очных матчах команды 7 раз играли на обе забьют. Да и 7 раз на тотал больше. Севилья без побед над Сельтой в последних 3-очных матчах. В этой паре очень редко побеждают гости. Только 4 раза в последних 20 матчах. На Рамон Санчес Писхуан команды играют очень результативно. Последние 4 матча на обе забьют. Да и 5 из последних 6 матчей на тотал больше. Как видим в очных матчах команды чаще играют результативно. При этом Сельта в последних матчах имеет преимущество. Статистика команд. Севилья в последних 10 матчах 6 раз играла на обе забьют. Нет и 7 раз на тотал меньше. Севилья выиграла последние 3 домашние матча. Сельта в последних 10 матчах 6 раз играла на обе забьют. Да и 7 раз на тотал меньше. Сельта без побед в последних 7 матчах. Как видим обе команды в последнее время играют чаще низовые матчи. С той лишь разницей что Севилья по классике нулевые и низовые. А Сельта частенько на 1-1. 4 раза в последних 10 матчах. В предыдущем туре Севилья с большим скрипом обыграла дома Ассасуну 1-0. У Ассасуны в первом тайме было по меньшей мере 3 реальных момента, чтобы забить гол. Но мяч все время летел рядом со штангой. Севилью спас Судейко, который поставил дважды пенальти, хотя надо признать решение было обоснованным. Сельта имела большое преимущество в игре с Эльче, но довольствовалась только ничьей 1-1. Севилья в последнее время играет очень нестабильно, чередуя героические матчи с провальными. Сельта в последней игре смотрелась очень неплохо, но подвела реализация. В очных матчах команды играют очень результативно, как правило забивают и те, и другие. Севилья чередует везучие игры с невезучими. С Краснодаром и Ассасуной команде Лопетеги повезло, а в играх с Бильбао и Эйбаром не повезло. Походу игра между Севильей и Сельтой должна бы снова получиться забивной. На пару мячей команды должны бы расщедриться. У Севильи недавно прошла серия на тотал меньше полтора раза из четырех матчей подряд. Вряд ли она снова повторится в ближайшее время. Сельта таких длинных низовых серий в ближайшем прошлом не имела. В норме должно быть где-то на 2-1 в этом матче. Плюс-минус гол туда-сюда. Из связки ставок тотал больше 2, обе забьют да, победа хозяев. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют да, 2-15. На тотал больше 2, 1-57. На победу хозяев 1-56. Ставка на обе забьют да имеет хорошие перспективы на этот матч. Единственное, что смущает, последние четыре очные игры на поле Севильи прошли как раз на обе забьют да. Если выбирать из тотал больше 2 и победы хозяев, обе ставки имеют практически равные коэффициенты. Выгоднее поставить на тотал больше 2, поскольку здесь мы выбираем один вариант из двух, а не один из трех. Севилья запросто может этот матч не выиграть, хотя вероятность этого невелика. Четвертый к ряду матч без победы над более слабой командой будет перебором. Но, если победа и случится, то, скорее всего, будет она на не 1-0. Поскольку по этому ставку на тотал больше 2 гола здесь маловероятно проиграть. То есть, если будет победа с Севильи, то, скорее всего, ставка тотал больше 2 не проиграет. Но вариант с тотал больше 2 имеет чуть более широкий диапазон, поскольку включает и потенциальную неудачу хозяев, которые, скорее всего, хотя бы один гол забьют. Поэтому здесь надежнее поставить как раз на тотал больше 2. Однако у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы!